Сейчас с нами на связи Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Итак, хаймарсы существенно изменили ситуацию на фронте. И вот цитирую вас, да, объяснят Лаврову основы географии. Сегодня на встрече в Рамштайне нам пообещали еще четыре хаймарса. Сколько их нужно еще, чтобы радикально переломить ситуацию? Ну, математика вещь очень простая. Она четко говорит, что и как, где должно быть. И математически даже вот эти хаймарсы, которые у нас уже есть, они существенно меняют картинку. То есть россияне, в конце концов, понимают, что жизнь для них, оккупационная жизнь для них не малина. Они будут постоянно нести большие проблемы, иметь большие проблемы и нести большие потери. Смотрите, какую задачу решает РСЗО? РСЗО решает простую задачу. У нас артиллерийская дальнобойная позиционная война. То есть все решает количество выстрелов. Соответственно, РСЗО ударили по центрам складирования боеприпасов. И, соответственно, логистика доставки этих боеприпасов к артиллерийским системам российских войск сразу ухудшилась, существенно ухудшилась. Во-первых, это позволено нашим солдатам испытывать гораздо более комфортные условия нахождения, если так можно выразиться, конечно, когда мы говорим о войне, нахождение на переднем крае. И, с другой стороны, это существенно напугало Российскую Федерацию с точки зрения ведения дальнейшей войны. Они ведь как думали? Они думали, что они будут просто, грубо говоря, утюжить максимальным количеством выстрелов в день артиллерийскими снарядами. И, соответственно, будут деморализовать нашу переднюю линию, наших ребят, которые находятся на переднем крае. И, соответственно, будут постепенно, шаг за шагом нас выдавливать с нашей территории. Вот хаймерсы изменили эту картинку. И чем больше хаймерсов, тем более жестокий ущерб будет нанесен логистическим центром российского снабжения. И тем быстрее они поймут, что их жизнь в том стандарте, в том отвратительном стандарте, в котором они привыкли вести войну, будет нарушена. Поэтому, и, кстати, господину Лаврову это было бы желательно понять, география действительно будет теперь изучаться исключительно под влиянием хаймерсов. Согласен с вами, да, мы смогли сорвать вот этот огневой вал, да, которым они предваряли свои атаки. Хотел бы задать такой вопрос вам. Удары по Антоновскому мосту уже посеяли панику среди российских оккупантов. Означает ли это, что активная фаза действий по освобождению Херсона началась? Давайте так, смотрите, есть оперативные планы, разработкой которых занимается генеральный штаб. И они очень чувствительно к этому относятся. И поэтому я бы предварительно, я понимаю, что у нас очень многие любят хайпить на этом, да, ну, то есть говорить, смотрите, мы завтра освободим то, мы завтра нанесем удары здесь. Это чисто для того, чтобы собрать определенную аудиторию вокруг своего собственного имени. Я считаю, что генеральный штаб разрабатывает эффективные контр-операции, и эти операции будут в нужное время, в нужном месте проведены. Что касается Антоновского моста теперь. Так вот, смотрите, я бы россиянам вообще пожелал четко осмыслить змеиную историю. Вот добрую волю нужно проявить уже сейчас. Нужно максимально быстро покинуть территорию Украины, если они хотят еще вот эти свои понты где-то когда-то продавать. То есть они скажут, смотрите, мы по доброй воле покинули территорию Херсонской области, мы по доброй воле покинули территорию Запорожской области, ну и, соответственно, вслед за этим желательно покинуть территории Луганска и Донецка, потому что нету никаких ДНР, ЛНР. Есть территория Украины, которую хищническим образом забрала обычная банальная Российская Федерация. Ну и Крым, конечно, тоже покинуть. Безусловно, Крым, конечно же, потому что нету никакого Крыма в юрисдикции Российской Федерации. Это все фикция. Есть юридически признанная территория Украины, есть границы, юридически прописанные в международном праве за Украиной. Российской Федерации нигде нету. Есть обычный оккупант под названием Россия. Так вот, смотрите, добрая воля – змеиный формат. Для них это единственный приемлемый формат, чтобы они могли по доброй воле уйти на свою территорию, и там у них не началась вот эта вся обвальная трансформация. Они выйдут и скажут, смотрите, мы по доброй воле покинули, поэтому не волнуйтесь, граждане Российской Федерации, мы все делали правильно, и поэтому давайте дальше жить так, как мы живем. Вот в этом, скажем так, я хотел бы сказать слово, но в силу того, что с уважением отношусь к эфиру и к вашим зрителям, поэтому скажу так, вот в этой неухоженной территории под названием Российская Федерация, и вот там пусть они проводят свои эксперименты, пусть они друг с другом воюют, что хотят, то и делают. Так вот, Антоновский мост – это конкретный, прямой намек Украины о том, что с ними будет дальше, если они в добровольном формате не покинут территорию Херсонской и всех остальных наших областей и территорий. Скажите, хотели по Днепропетровской области спросить, вот оккупанты обстреливают в последнее время намного чаще и массирование ее, чем прежде. С чем это связано? Ну, это связано с тем, что их планы очень конкретные, они хотят дальше двигаться. Поэтому они хотят двигаться дальше, Запорожская область, потом Днепропетровская область. Очевидно, они хотят деморализовать эту область, деморализовать защитников этой области. Они рассчитывают как? Они рассчитывают добиться каких-то тактических целей в Запорожской области и дальше двинуться в Днепропетровскую область. И им нужно, чтобы там население было уже в панике на момент начала экспансионистских их движений. Вот и все, стандартная тактика. У них вообще тактика калатых ракет. Вот этот субъект по фамилии Лавров или там остальные субъекты периодически говорят, смотрите, мы только атакуем объекты военной инфраструктуры. Нет, ничего подобного. Они атакуют объекты именно гражданской инфраструктуры. Почему? Потому что Россия прекрасно уже поняла по итогам 147-го дня войны, что прямое боестолкновение с украинской армией, в принципе, как я считаю, с любой другой армией, для них фатально. Потому что они воюют в формате 60-х, 70-х годов в лучшем случае, а то и в формате Второй мировой войны. Соответственно, никаким форматом войны современного типа они не готовы. Они берут количество. И поэтому, понимая, что они в прямом боестолкновении будут проигрывать, они сегодня пытаются деморализовать максимально все приграничные к зоне введения боевых действий территории, для того, чтобы население там панически убегало, защитники были сломлены. И, соответственно, они будут минимизировать свои потери при попытке перехода дальше в наступательном действии. Это стандартная тактика российской армии. Она очевидно, понятна. Она состоит всего из двух компонентов. Первый – это засыпать передний край нашей обороны артиллерийскими снарядами. И второе – это крылатые ракеты по умышленно, подчеркиваю, умышленно гражданской инфраструктуре. – Санкции еще хотели с вами обсудить. Вот седьмой пакет, утвержденный сегодня послами ЕС, который, как ожидается, уже завтра вступит в силу. Насколько Украина довольна мерами? Немало ли там ограничений? Как вам кажется? – Здесь, смотрите, здесь вопрос не в довольстве или недовольстве чем. Это вопрос принципиальный, вопрос ценностный. Это вопрос того, что раз Европейский Союз коллегиально начал двигаться по санкционному пути, он с этого пути никуда не сходит. Он постепенно утяжеляет санкции, которые работают против тех или иных субъектов Российской Федерации. Экономических или индивидуальных субъектов Российской Федерации. Это крайне важно. Я хочу, чтобы вы понимали и с пониманием относились к решению наших европейских партнеров. Они своими пакетами санкций, первым, вторым, третьим, сейчас седьмым, четко указывают. Смотрите, дорогу мы избрали. Это дорога на полную изоляцию экономики Российской Федерации. Первое. Второе. Понятно, что на этой дороге не все сразу будет сделано. Почему? Потому что есть критические направления. Например, тот же газовый экспорт, который Российская Федерация ведет в страны Евросоюза. И который долгое время из-за своей ошибочной, к сожалению, политики, именно вот этой политики по отношению к Российской Федерации, они слишком зависимы от газовых поставок в России. Но они постепенно эти газовые поставки из Российской Федерации заменяют альтернативными поставками. Но это дорога. Тем не менее, санкционными пакетами, в которые обязательно входят конкретные фамилии, конкретные виды бизнеса, конкретные санкции, они говорят, смотрите, ценностно мы эту дорогу выбрали. Мы абсолютно во всем поддержим Украину, и мы по этой дороге будем идти до конца. Это очень хороший сигнал для Украины. Вот в этом пакете, среди прочего, есть запрет на импорт российского золота. Но Россия, кажется, готова перенаправить его в Индию, которая не готова, в свою очередь, отказаться от желтого металла. Но вторая не менее важная вещь – это блокировка в Европе активов Сбербанка. Вот это, кажется, эффект Хаймарса для банковской системы России. Не так ли? Можно ли провести такое сравнение? Блокировка любой банковского учреждения Российской Федерации отличный эффект дает нам. То есть ребята, я имею в виду вот эти, скажем так, даже кровавые мальчики, не смогут просто работать со своими деньгами на внешних рынках. Это чрезвычайно важно и чрезвычайно затрудняет им последующую экономическую работу, где бы то ни было. Что касается переориентации на любые другие направления и любые другие рынки. Давайте так. Первое. Это логистически другие маршруты и, соответственно, это удорожание этих маршрутов, удорожание стоимости товаров. Значит, товары, в том числе золото, будут менее конкурентны. Второе. Репутационно Россия все время будет ползти вниз. И в какой-то момент даже Индия, даже Китай, они поймут необходимость более жесткого отношения к Российской Федерации. Но есть даже третий. Знаете, это вот то, что можно увидеть во встрече господина Путина с господином Хаминеи в Иране. Смотрите, господин Путин вел себя уничижительно. То есть он вел себя как проситель. Это совершенно четко говорит о том, что внешняя политика России меняется. К этой стране даже традиционные российские партнеры относятся уже с некоторым пренебрежением. И это пренебрежение будет нарастать. И прежде всего в таких странах, как Индия, потому что это традиционалисты. Они по-другому воспринимают то, что происходит сегодня в глобальной политике. Это Россия думает, что это не меняется. На самом деле, как раз таки, если Европа, Америка, наши партнеры выбрали для себя уже четкую проукраинскую позицию, то такие страны, как Индия, будут идти по пути традиционалистскому. То есть они будут понимать, что Россия не является, во-первых, доверительным партнером, во-вторых, партнером, с которым нужно уважительно себя вести, и, в-третьих, партнер, который может быть стратегическим. Это чрезвычайно важно. И все эти симптомы такой глубокой хронической болезни в России только нарастают. И седьмой пакет санкций, я возвращусь к этому, он подчеркивает вот эту несомненную экономическую болезнь России. Да, и вот фотографии были и видео Путина посадили у стеночки, и даже без флага России вообще, насколько это унизительно. Все, что сегодня, я просто подытожу мысль, все, что сегодня происходит на внешних рынках с репутацией Российской Федерации, это чрезвычайное унижение России во всех измерениях. Не только в психологическом и фактическом, но и в историческом. То есть Россия теряет союзников, теряет уважение, остатки уважения, теряет возможности маневрировать то, что достаточно принято в глобальной политике, и теряет возможность как-то влиять на правила и принципы ведения глобальной политики. Это чрезвычайно унизительно. Вот этот господин, которого вы показываете, господин Путин, который все время вот это пыжился доказать, что исторически он великая фигура. Вот он умудрился за 147 дней войны в Украине полностью нивелировать и исторические важные элементы самой Российской Федерации, и себя поставил в ряд достаточно низкопробных лидеров современности. Вот скажите, Путин все-таки, говорят, полетел в Иран просить беспилотники, да? И есть ли всерьез какие-то механизмы убеждения Ирана не помогать России? Я думаю, что все механизмы задействованы и они эффективны. У нас, мне кажется, отлично работает на внешнеполитическом треке и президент, прежде всего, Украины. Он очень эффективен с точки зрения донесения именно смыслов. Почему? Смотрите, знаете, что делает Владимир Александрович? Он делает одну очень важную вещь. То, что очень редко делают в глобальной политике. Он практически идеально объясняет и нашим партнерам, и любым другим лидерам других стран стратегически важность выбора именно такого или другого пути. Почему? Потому что он говорит, смотрите, в короткой перспективе это для вас выгодно, в средней перспективе это уже большие убытки. Он в этом блестящий. То же самое делает Министерство иностранных дел. И господин Кулеба, они абсолютно точно расшивают вот эти тезисы президента на внешних рынках. Работают и напрямую, и в том числе через посредников, если мы говорим о таких странах, как Иран. И мне кажется, что Иран, я бы не недооценивал бы Иран и иранскую внешнюю политику, они прекрасно понимают то, что сегодня Россия это не тот союзник, не тот партнер, на которого нужно делать ставку. И нужно крайне аккуратно, я подчеркиваю деликатно, крайне аккуратно относиться к тем или иным просьбам. Если эти просьбы имеют гуманитарный характер, то я думаю, что Иран пойдет навстречу. Если эти просьбы имеют характер военной помощи или финансовой помощи, то Иран, я думаю, что для Ирана выгодно это проигнорировать. И именно так будет сделано. Но вот все-таки если Иран пойдет на какую-то военную помощь России, что они могут от России потребовать взамен, как вы считаете? Иран очень в сложной ситуации. Он ведет гораздо более важные для себя переговоры в рамках так называемой ядерной сделки. Там фигурируют такие страны, как Соединенные Штаты, которые гораздо более интенсивно проводят свою внешнюю политику и гораздо более влиятельны, чем Российская Федерация. Не то, что влиятельны, в подавляющем формате влиятельны. А Иран проводит как раз переговоры и с Европейским Союзом, и с Соединенными Штатами Америки. Поэтому я думаю, что они не будут разменивать на поставку той или иной военной техники в Россию на серьезные переговоры, которые касаются и будущего Ирана, и экономики Ирана, и ядерных программ Ирана. Это первое. И второе, я не вижу никаких разменных полей для того, чтобы Россия могла что-то предложить Ирану, кроме обсуждения одного вопроса. Вопрос этот называется очень просто. Сирия. Вот, соответственно, трехсторонний формат переговоров касался исключительно, как мне кажется, сирийской проблемы. То есть, там точно так же идут военные действия, там точно так же задействована Россия, которая ведет себя максимально агрессивно и поддерживает режим Асада. Ну, то есть, Российская Федерация всегда поддерживает максимально некомфортные режимы для собственных стран. Ну, и, соответственно, вот этот вопрос, мне кажется, Иран гораздо больше волнует, равно как и Турция. Ну, там же мы говорили сейчас об этом, да, там Путин встречался и с Эрдоганом, и речь в том числе шла и об украинском зерне. Украина понимает, как остановить мошеннический вывоз украинского зерна через Турцию? Украина прекрасно понимает, мы четко фиксируем все, что делает Российская Федерация с точки зрения воровства нашего зерна, с точки зрения разрушения, во-первых, инфраструктуры хранения зерна, во-вторых, с точки зрения преднамеренного уничтожения зерновых полей и так далее и тому подобное. То есть, мы все это фиксируем, мы документируем это все, передаются в соответствующие органы, в том числе передаются в соответствующие органы координаты нахождения кораблей, которые сегодня воровским путем вывозят наше зерно, даже несмотря на то, что они там отключают транспондеры и так далее и тому подобное. Все это фиксируем. Смотрите, это все конкретные, юридически зафиксированные акты криминальных преступлений, в которых участвует Российская Федерация. Все это будет иметь чрезвычайные последствия для тех или иных должностных лиц России, которые принимают соответствующие решения. Смотрите, пирамида должна посыпаться. В какой-то момент она начнет сыпаться. Россия будет в любом случае стороной, которая проиграет. Как только она начнет проигрывать, соответственно, начнутся сливаться все данные. И люди, которые не захотят, люди среднего звена, низшего звена, которые вынуждены сегодня выполнять те или иные преступные указы или приказы, они начнут сливать информацию о том, как это происходило, кто конкретно давал, какие конкретные указания. И, соответственно, все эти ребята будут очень-очень жестоко расплачиваться в судебных форматах. Американский институт изучения войны говорит о том, что Путин может использовать ядерное оружие для сдерживания контрнаступления наших войск, вооруженных сил Украины. Что вы об этом думаете? Реальна ли угроза или нет? Я считаю, что это минимальные варианты применения ядерного оружия. Просто я задаю встречный вопрос, а какую задачу таким образом Путин решает? Смотрите, при всей понятной, неадекватном воспринимании российской политической элиты окружающего мира и непонимании своего сегодняшнего места после 147 дней войны в Украине, безусловно, какой-то инстинкт самосохранения у них все-таки остался. Я понимаю, что они готовы уничтожить всю свою страну и так далее, но не готовы уничтожить себя внутри этой страны. То есть страну, пожалуйста, уничтожайте, а нас нет. Но они, к их сожалению, вместе со своими семьями сегодня все больше и больше находятся внутри России. Так вот, какие последствия будут применения даже тактического ядерного оружия? Потому что цивилизованному миру придется решить для себя, готов ли он это стерпеть. Впервые в истории применение по мирной стране, которая не инициировала войну, которая никак ее не спровоцировала, применяется такой вид ядерного оружия. И, соответственно, миру придется нанести ответные удары. Понимаете? То есть для Путина, в принципе, выбор очень странный. Ты вошел в чужую страну, ты пытаешься захватить чужую территорию, ты делаешь вид, что никто не должен помогать Украине. Смотрите, вы обстреливаете крылатыми ракетами всю территорию страны, но при этом вы говорите, не дай бог, хоть одна ракета куда-то попадет на территорию Российской Федерации. Ну, реально это выглядит странно. Вы объявили войну, вы уже об этом открыто говорите. И, соответственно, миру придется принять для себя решение. Мы позволяем так себя вести или не позволяем? И, соответственно, запустить международные, уже другие инициативы, консолидированные инициативы, которые должны будут остановить безумие. Потому что любое применение любого оружия массового поражения, не только ядерного, но и химического, и биологического, будет говорить о том, что на той стороне находится группа под названием безумие. Я не буду там фамилии конкретные называть, но она просто в общем будет называться безумие. А безумие лечится в данном случае исключительно радикально. Поэтому уже терапевтические методы, которые сегодня применяются миром, в данном случае передача оружия определенного вида в Украине, передача денег в Украине для того, чтобы она могла компенсировать потери в военное время, уже не действенно. Безумие лечится исключительно радикально. А вот то, что они в Москве проверяют бомбоубежище, включают сирены, тестируют, это просто для того, чтобы повысить градус, как говорится? Или боятся чего-то. Или боятся чего-то. С одной стороны повысить градус, а с другой стороны они начинают наконец-то понимать, что когда ты со своими понтами приходишь в другую страну, начинаешь убивать там людей, будь готов ждать обратной жестокой реакции. Они начинают прозревать. Жаль только, что общество российское настолько инертно, настолько безобразно глупо, к сожалению, в подавляющей своей массе, что они не могут выйти на площадь и спросить, задать один вопрос. Скажи, пожалуйста, субъект П, а почему ты пришел в чужую страну под надуманным предлогом? Мы только сегодня поняли твой предлог, что ты хочешь просто забрать часть территории, разрушить ее, как саранча, полностью, как ты сделал в Донецке и Луганске, разрушить, а потом уничтожить там энное количество российских граждан, которые должны прийти и убивать за твои какие-то странные исторические идеи. Вот почему люди в Россию не выходят? И, соответственно, возможно, вот эта проверка сирен в городе Москва и проверка бомбоубежищ наверное заставит наконец-то, если там остатки извилин в головном мозге, к сожалению, я сомневаюсь, но тем не менее, потому что, возможно, они принимали в течение длительного времени какие-то специальные таблетки, для того, чтобы убить критичность мышления. Но, возможно, вот эти проверки спровоцируют их на задачах одного вопроса. А что это? Почему мы сегодня в 21 веке, мы жители города, который там занимался бизнесом, ходил в школы, в институты, почему мы сегодня должны думать о том, что завтра мы должны сидеть в бомбоубежищах? Возможно, это подвиднет их к тому, чтобы задать эти вопросы публично. Потому что сейчас, когда я вижу на вот эти нарисованные на лицах буквы «З» и танцы, «Ребята, пойдем еще убьем несколько украинцев», это выглядит чрезвычайно больше похоже на полет над гнездом кукушки. Мне кажется, что Россия очень сильно и долго летает над этим гнездом кукушки. Согласен. Но и учитывая 60% россиян, все-таки по опросам они против войны как таковой. Надеемся, что понимание того, что они должны уйти из Украины, придет к ним. Спасибо большое. На связи со студией был Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины.